Если туда в кость, крайне неприятно. Частенько бывает на тренировках, но... В общем, сейчас дело-то не в этом, а дело в том, что Алексей Кудин у нас выходит в полуфинал. И четвертый четвертьфинал нас совсем скоро с вами ожидает. Как раз Дмитрий, я думаю, что можно сказать, во-первых, представить. Ринг-анонсер приглашает на ринг представителя Голландии Ян Сиерсема. Это ученик известнейшего мистера совершенства, известнейшего файтера в боях К-1 Эрнеста Хуста. Он 84-го года рождения, Ян Сиерсема. 1,92 м. Его рост 109 кг. Его вес представитель тайского бокса. Его титулы на данный момент чемпион Голландии, чемпион турнира Слэм. По сложному списку поединков 47 боев он провел на профессиональном ринге. Из них 40 одержал победу и 7 поражений на данный момент у Яна Сиерсема. Ну вообще голландская школа, она никогда плохой не была. И выступление... Вот как раз мы видим Эрнеста Хуста, известнейшего мистера совершенства. Великий, великий боец, великий боец в боях К-1. Многократный чемпион общего гран-при в Токио-доме. Действительно, на его боях, на его мастерстве многие кикбоксеры современности. Да и другие представители других единоборств ударных учились, можно сказать. Об этом уверены. Ну и противостоять этому голландскому парню будет Хон Ман Мун, представитель Кореи. 85-го года рождения. Яркий представитель тайского бокса. Чемпион Кореи 2009-2010 годов. Чемпион К-1 гран-при Кореи. 64 боя, дорогие друзья. И при этом 57 побед. При 7 поражениях. Так что, ну уж легким соперником совершенно точно не назвать. Выучен он неплохо. И, соответственно, что касается ростовой тонн, они на нашем с вами экране 190 сантиметров. Рост и 90... 105 килограммов вес. Но тут, в общем, данные немножко разнятся. Да, вы знаете, Дмитрий, мне тоже, опять же, приходилось комментировать вот поединки Хон Мана Муна, представителя Кореи из города Сеула. Вы знаете, он такой хороший, средний мастер в АФК-1, который может показать достаточно неплохую технику ударов ногами. Такой не особо уверенный бокс, но при этом тактический рисунок может варьировать по бою. Очень, как мы, опять же, о чем вы сказали, можем видеть количество боев его очень достаточно серьезное. 64 боя провести на профессиональном ринге – это тоже достойно уважения. Поэтому мы, я думаю, сейчас увидим очень хороший бой. Впрочем, как, наверное, и все подобранные пары, они не просто так подобраны. Ну да. Это пары, подобранные с мыслью, с каким-то очень правильным подходом. Я думаю, что в каждом бое существует небольшая интрига. Ну, мне интересно посмотреть на ученика самого великого, который сейчас стоит около своего подопечного. Какие-то последние наставления даются, естественно. Ну, а азиатские бойцы – это всегда интересно, поскольку… Если вы заметили, Дмитрий, он, опять же, Эрнест Хуст по истории, по традиции выходит вместе с своим бойцом, своим подопечным непосредственно в ринг. Это именно вот традиция К1 в Японии. И он с ним показывает тем самым психологически, что он всегда со своим подопечным, своим учеником. Он его не оставляет ни на секунду. Очень любопытный фактор такой психологического характера. Ну и первый раунд. В принципе, сейчас, я думаю, что пойдет все дело с небольшой разведки. Хорошая такая быстрая двойка. Вот, опять же, внутренний лоу-кик и тут же ответ корейским файтерам. Сейчас мы видим уже действительно двух очень опытных бойцов, которые ни один бой провели по правилам К1, и парни знают свое дело. Кореец, по-моему, выбрал себе модель на бой. Начало с атаки лоу-киком. Попытка отсушить ноги. На Голландце очень здорово встречает. Очень классная, да, действительно. Вот он, вы правильно заметили, Дмитрий. Очень классные встречные движения осуществляет. Три повторных таких лоу-кика под внутреннюю часть бедра. Как раз против левшей, коим является Хунман Мун. Это очень эффективно. Судар справа, тут же колено. Великолепная связка. В лучших традициях как раз разделок А1. Как раз вот в рефереринге Максим Киселев предупреждает о прихватах. Усное замечание о том, что, видимо, долгий прихват запрещен. Вот здесь хорошо. Продолжение было хорошее после удара ногой. Тут же отбойка. Пока все в защиту. Точных попаданий мы не видим. Кроме лоу-киков, да. Ответ. Вот сейчас двойная лоу-киков. Обрабатывает одну ногу. Обратите внимание, Максим. Обрабатывает левую переднюю ногу голландского бойца. А это очень объяснимо. Дмитрий, все-таки не забываем, что после этой кореи, Хунман Мун, он является правосторонней стойкой, стоит левшой. И, естественно, он будет все время акцент делать на лоу-киках передней ноги. Передней стоящей ноги для Яна Сьерсима, голландского бойца. Ну и здесь, конечно, все чуть более аккуратно. Здесь ребята вперед не бросать. Голландец дистанции. Несколько ударов было руками точных, но не потрясающих. Тоже продолжение ногой было. Смотрите, вот сегодня достаточно было два-три раза попасть Яну Сьерсиму в область внутренней части бедра и уже есть серьезнейший гематом. Какой все-таки... О, здесь левый боковой был точный. Попал, да, хорошо. И тут же наше по бедру. Еще раз внутренний лоу-кик. Четко следует команде рефери, бойцы, и великолепно выполняет команда. Это действительно говорит о мастерстве. Ну что, будет ли корейцы пытаться проваливать на себя соперника? Знаете, здесь очень мало я сомневаюсь. Точнее, сильно сомневаюсь в этом. Здесь несколько было попаданий боковых ударов. На самом деле, эти удары немного потрясли корейского бойца. И боковые такие, очень такие плотные, тяжелые, разящие удары были в средней дистанции в конце как раз раунда. Я думаю, что это как раз принесло несколько вистов в сторону Яна Сиерсима. Ну вот один удар он навстречу пропустил сейчас. Как раз пока, с другой стороны, вот оно, удар коленом в голову на повторе. Отлично видно. Какой удар классный. Насколько он правильно был выполненный. С таким, с небольшим флайингом. Пролетом. Да, это на русский манер с небольшим таким прыжком в полете.